Хочу продемонстрировать особенности ООП на примере из другой, более простой предметной области. Предположим, что мы пишем программу, реализующую работу с матрицами. Математическими матрицами, двумерными наборами чисел. До знакомства с ООП мы, вероятно, представляли бы матрицы в программе в виде двумерных массивов чисел. Доступ к элементу осуществлялся бы при помощи квадратных скобок. Это бы неплохо работало до тех пор, пока мы с целью экономии памяти не решили бы хранить диагональные матрицы более компактным способом, в виде одномерного массива. В этот момент весь ранее написанный код придется перелопатить и отдельно поддержать там особый случай диагональной матрицы. Затем появилась бы оптимизация под ленточные матрицы, и все пришлось бы опять переписывать. Посмотрим, как все эти проблемы можно было бы решить в объектно-ориентированном стиле. Надо завести класс матрица, который скроет от остальной программы, то есть инкапсулирует, особенности хранения и выполнения различных операций с матрицей. У класса матрица будет несколько подклассов. Диагональная матрица, ленточная матрица, верхнетреугольная или нижнетреугольная матрица и так далее. Все они представляют одинаковый набор методов, но с разной реализацией, знающие про особенности хранения данного типа матрицы. Код, работающий с матрицами, пользуется предоставляемыми методами и благодаря полиморфизму может ничего не знать о том, что вообще-то матрицы бывают разные. Продолжение следует...